И это первый эфир У нас обновленный состав жюри Свежая кровь, как мы тут все говорим Каково это сидеть в жюри шоу «Аватар» на НТВ? Слушайте, ну, прекрасно, я в восторге Для меня это, честно говоря, какой-то новый такой опыт Потому что, а, это невероятно и интересно действительно отгадывать Вот такие головоломки, непонятно с чего, откуда брать вот эти вот идеи Ну, когда уже вникаешь, начинаешь понимать, что да, можно там движение, что-то в голосе, в разговоре брать и строить какие-то догадки Это невероятно интересно, огромное спасибо, что пригласили меня Мне очень нравится, замечательная компания, очень все весело Как-то по-другому, но такой драйв невероятный И какие роскошные аватары и номера Поэтому я благодарна, мне очень нравится Мы дадим вам немножко освоиться, прежде чем задавать дальше вопросы, в других выпусках мы обязательно еще поговорим Одно хочу сказать, что уважаемые члены жюри делились, что после «Аватара» какие-то совершенно сказочные сны Потом расскажите нам, пожалуйста, какие сны у вас были после первого выпуска Хорошо, хорошо, ладно, главное запомнить Хорошо Новый блокнот? Нет, блокнот тот же самый Я смотрю, что блокнота, красная книга, все та же Да, красная книга та же Давай Вот я уже ее со всех сторон, и с той, и с другой И что-то тут перечеркнуто Что за книга антистресса? Что-то заложено вообще Книга, которая помнит все и всех Что же ты там пишешь? Версия? До скандала, интриги, расследования? Там? Типа того, да, что-то у меня вот написано «Жар птицы залетает в тренды» Ясно Ну вот, собственно, записи, которые понятны, только Марку Да, только Марку и «Жар птицы» Как сезон начала? Ой, мне очень нравится Я очень хорошо помню ощущения от первой программы прошлого сезона Когда было очень сложно Еще одно слово редкое, которое мы должны сегодня все выучить и записать Фи-ас-ко Я уже готовился к тому, что тоже в первой программе очень сложно Во-первых, все новые герои, новые персонажи В первой программе они все стараются маскироваться, прятать свои голоса Потом чуть-чуть как бы приоткрывают по чуть-чуть свои настоящие тембры и так далее Но как будто бы сегодня так все достаточно прозрачно Как всегда Как всегда, но как всегда нам потом будет очень смешно от своих же предположений на первой программе Очень смешно Да, да, да Так что мы ждем дальше Ждем ваших версий, предположений И сферически прекрасного сезона Да, всем нам и удовольствия нашим зрителям фантастического Оставайтесь с нами Здравствуйте Здрасте Конечно, аватар, структура шоу, она отличается от маски Тем не менее, вам не впервой знать, каково это, скрываться так сильно и профессионально Потому что вы были у нас в маске в Леопарде Да, но просто у меня не получалось скрываться так сильно и профессионально Меня отгадали во втором выпуске, как вы помните Помню, да, конечно Тем не менее, вы понимаете, каково это Как это волнительно Да Как вам наши участники? Участники потрясающие Я надеюсь, что для них это не так волнительно, как это представляется зрителям Потому что я считаю, что все-таки на такие шоу нужно ходить не за тем, чтобы выигрывать А за тем, чтобы получать невероятнейшее удовольствие Потому что это абсолютно потрясающий процесс Это абсолютно потрясающие костюмы Невероятнейшие номера Здесь, правда, офигенная команда И приходить сюда и расстраиваться, что тебя угадали Ну, это как будто бы странно и глупо Поэтому я надеюсь, что все участники, которых будут разгадывать жюри И, возможно, я в этом же числе уже буду находиться Я надеюсь, что участники будут радоваться тому, что они все-таки узнаваемые Когда меня отгадали в маске, я приехала домой счастливая Потому что я понимала, что это так круто, когда сидят мастодонты шоу-бизнеса И они про твой тембр говорят Да ладно, это же Мари Краймбрери Это круто, это наоборот невероятно Это потрясающе Поэтому надеюсь, что все будут просто получать удовольствие и не гнаться за победой Это классный совет нашим аватарам Просто кайфуйте от каждого процесса, от каждого съемочного дня Потому что, когда закончится этот проект, будет ощущение, что покидаешь детский лагерь У меня такое было на маске Учитывая, что у нас сказочные герои Если бы вы вдруг пришли в шоу «Аватар» Каким бы сказочным героем вы хотели быть? Мне очень понравилось только что царица Поэтому я бы взяла ее Она, конечно, очень такая секси Сложно ли угадывать? Очень сложно Сегодня первый выпуск особенно Поэтому в первом выпуске я сама знаю, как прячут Все за пачками бэков Насколько легко единожды, например, скрыть свой тембр И куда-то его спрятать Единожды получилось даже сделать у меня в свое время При том, что я не умею петь другими голосами Правда, я умею петь только как в Мари Краймбрери И у меня и то получилось на один выпуск это сделать Поэтому, конечно, угадать с первого выпуска практически невозможно Учитывая, что у «Аватаров» видна мимика, в отличие от «Шоу Маска» Приглядываетесь ли вы к каким-то движениям глаз? Да, но из-за того, что у меня тоже не такая большая насмотренность конкретно на мимику людей На разговоры А больше, наверное, насмотренность на музыку, на видеоработы, на клипы То это не сильно помогает Только прислушивайтесь к тембрам Я говорю, потому что вот сегодня была у мимика, у одного человека Это один в один хамали, например, для меня А я понимаю, что это точно не он Мы желаем вам, чтобы вот это все сложилось Те, кто сидят в жюри и опытные уже Они понимают с каждым выпуском, что уже не могут ориентироваться и на движение И на какие-то подергивания плечами Так что классного вам сидения у нас в жюри, да, пожалуйста Я надеюсь, что я сейчас раскроюсь на максимум здесь Класс! Третий сезон Немножечко обновился состав жюри Да Как у вас ощущения? Вас окружили такие дамы? Окружили дамы прекрасные, замечательные Конечно, не будет в этом сезоне Иды Галич и Ирины Понаровской Мы им шли огромный привет Безусловно, их не хватает Но на смену им пришли не менее замечательные, красивые и талантливые Олера Кудрябцева И вот в первом выпуске у нас Марик Рэмбери Конечно, радует, что они много говорят Они много предлагают Дело в том, что Лера сегодня проявила недюжинные способности по угадыванию И до того, как аватары даже открывали рот и выходили на сцену Она уже четко называла имена артистов, которые управляют И поток версий льется, это хорошо, это лучше, когда все сидят и не понимают, что же и кто же перед нами Поэтому я уверен, что будет интересный сезон С каждым разом все сложнее и сложнее Потому что, как мне кажется, уже кто только не был в аватарии Причем на НТБ выходит еще и маска И в маске очень многие были И перебираешь... То есть многие, кто уже был Повторно явно не придут То есть надо откапывать какие-то новые версии Чтобы не повторяться Вот тут, кто на поверхности имена лежат То их уже невозможно использовать Потому что они либо были в одном, либо во втором проекте Может, вам это должно облегчать задумки? С одной стороны, облегчать С другой стороны, сложнее Надо куда-то глубже смотреть И я думаю, что версии будут неожиданнее Но вообще, я думаю, что нас будут удивлять И как в прошлом сезоне, большими именами в том числе Уверен, будут и молодые имена, новые артисты Но и должны быть, по идее, большие громкие мастодонты шоу-бизнеса Как в прошлом сезоне Лариса Дольна, Валерия Да Но вообще, первый выпуск очень сложный Потому что нас все время вводят в заблуждение И вот это попробовать нащупать хотя бы даже тембр всегда сложно Очень сложно Но первый выпуск является тем, что это первое знакомство с аватарами Это первое ощущение, первые эмоции И действительно, первый какой-то вайб, который мы чувствуем От того или иного аватара Потому что, так или иначе, они задают некий характер А в общении, в номерах мы приблизительно щупаем Поэтому это интересно Я уверен, что мы никого не угадаем в первом выпуске Но, по крайней мере, поймем, в какую сторону нам смотреть Ну, где-то побольше полюбуемся вот этой красивейшей графикой Которая в этом сезоне стала еще прекрасней Да, мы не стоим на месте И компьютерная графика невероятная Аватары красивейшие Еще более детальные Прям наслаждение одно смотреть И за тем, как они двигаются И за их номерами, и за их появлениями на сцене Просто очень круто, круто Круто, круто Холостного сезона Спасибо Невероятных эмоций Пусть здесь все-таки будет немножечко поспокойнее Чем обычно на наших проектах Мы вместе, это правда Сохраним ваши нервные клетки Хотя бы здесь Надеюсь, сегодня, да, я никому не буду бить морду Дорогие друзья, мы напоминаем, что 11 ноября Мы с вами встречаемся в Кремле На грандиозном шоу «Ну-ка все вместе» Абсолютно беспрецедентное шоу Нас ждет Вы уже знаете, что вас ждет? Да, нас ждет потрясающее шоу Участниками которого будете и вы, уважаемые зрители И я уверен, что это будет незабываемый вечер Вечер музыки, талантов И нас с Колей Басковым Так что до скорой встречи Мы вас ждем Мы ждем Все, все Радула нас на съемку Да Это все Наши верные, постоянные зрители И ты здесь Нет, я тебе так скажу Ты очень будет тихая беседа, судя по всему Ну, зато мы услышим Ближе к микрофону главное общаться Так Да, здравствуйте Давай мы проведем Блиц У нас остался всего номер один И поэтому мы можем тебя быстренько опросить Вот сейчас на вскидку Самый для тебя яркий персонаж Яркий персонаж где? Я вот не люблю вопросы типа Кто самый яркий персонаж? Для тебя вот сейчас кто? Это по отношению к другим Во-первых, неуважительно Нет Не люблю такие вопросы Все яркие очень Следующий вопрос Да Перечисли все персонажи Страшила, жар, птица, перун Кишка А, кошка Кишка Это, кстати, было бы очень хорошее Это когда будет анатомическая Хороший аватар Ну, честно В этом году особенно Какие-то четкие прорисовки аватаров Да Ну, просто Ну, глаз не оторвать Если сегодня придется с кем-то Попрощаться Ну, лично мне будет досадно Потому что Ну, вот Художники старались Рисовали Дизайнеры И тут хлоп на одну передачу всего Вот я, например, считаю Что я угадал Я, например, угадал одного персонажа Я не могу Поперек традиций идти Что обычно В первой программе Первого персонажа угадываю я В первом сезоне я угадал Во втором угадал я И сейчас тоже Видимо угадаю я Опа Заявочка, кстати Да Да-да-да Как кто у нас Серого волка, я угадаю Да? Да Сейчас увидим, друзья Я прям жду Говорят, что создание одного персонажа Занимает 8-10 недель Так что действительно будет обидно Мне кажется, художники потом сидят и плачут Где-то есть плакательная комната Где они расстраиваются Что расстались с таким персонажем Ну правда, было бы гораздо легче Если вот выходит какой-то аватар Да Не очень хорошо прорисованный И для нас это сразу сигнал Ну вот с этим можно попрощаться Там тут даже не старались Его не прорисовывали Но тут каждый вот прям Каждый уникален Каждый персонаж По-своему интересен Ну прям действительно жалко И даже речь не о первой программе Во всех программах Жалко будет с кем-то расставаться Либо я втянулся окончательно Либо третий сезон действительно превзошел все ожидания Уже на первой программе это понятно Ждал ли ты этот третий сезон? Я очень сильно ждал этот сезон Я очень рад обновленному составу жюри Не то, что у меня какие-то претензии К предыдущему составу жюри Просто так чуть-чуть Ну просто так, да Ну как бы новый человек И ты как бы новее становишься Обновляешься, обнуляешься Ди Капри тоже так все время думают Называть это девушкам До 25 лет Тем более Как у меня могут быть претензии К предыдущему составу жюри Если из предыдущего состава жюри И я перешел в нынешний состав жюри Да, согласна Вообще А у нас тоже никаких претензий По мне вообще ничего не поменялось Хорошо Мы ждем, угадаешь ли ты Делаем ставки Пошли мы за кулисы И будем делать ставки Угадает ли Тимур кого-то в первом выпуске Угадает Мне грустно И весело одновременно Эх! Как мы любим Спасибо Контрастный душ Целую тебя в войне Ваш продакшн Беги Моя версия Кирилл Андреев Принято Кран открывается И там кто-то появляется Или не появляется И за аватаром Серого Волка Скрывался Кстати, я вижу Что это не Кирилл Андреев АПЛОДИСМЕНТЫ КИНТЯ АВАТАР Редактор субтитров А.Семкин